всем привет давно мы с вами не виделись и не слышались в таком хорошем качестве с хорошим микрофоном видео о вещах и покупках с примеркой я знаю вы любите такие видео аксессуары буду показывать вещи пальто и еще да у меня странный голос потому что он у меня охрипший после выходных мы были в клубе ночном я там громко очень разговаривала и очень часто происходит это мое слабое место у меня слабые голосовые связки что если я переговорю или переволнусь или там что-то что-то еще у меня начинает сразу осипать голос охрипать голос а бывает вообще пропадает в этот раз он у меня так держится на такой волне странно еще я инстаграме спросила у вас о помощи ну то есть написать какой-нибудь рецепт чтобы восстановить связки и спасибо всем кто откликнулся прям много много советов очень классных между прочим можете почитать может быть кому-то будет интересно совсем недавно своем инстаграме появилась вот таких очках очки эти очень милые это нулевка мне идет такая вытянутая форма кошачьи глазки и просто ношу для красоты они мне очень спасают знаете если вы плохо выглядите опухше либо не хотите краситься вы можете надеть эти очки и все и накрасить губы больше вам ничего не нужно делать что я сделала мы пошли с моим мужем в ночной клуб и я под очень очень такое облегающие платье которое я уже тоже показывала надела эти очки и все я была звездой вечера меня все обращали внимание и муж мой делал мне много комплиментов так что девчонки не стесняйтесь носить очки оказывается очень сексуально вы уже видели в инстаграме эту сумочку я ее показывала хвосталась сумка бочка и многие дизайнеры сейчас используют эту форму своих коллекциях необычный дизайн еще мне покорило то что она очень вместительная она выполнена из натуральной кожи и замши сумка ручной работы у меня появился очень милый свитшот серого цвета серыми цветами он очень мягкий не колется тепленький класса смотрится этот свитерок с юбкой на завышенной талии этот цвет универсальный никогда не выйдет из моды свитерок черного цвета обшит бусинками жемчугом сейчас это в моде а правда мне кажется рукава немного коротковаты но совсем чуть-чуть этого в принципе незаметно но мне немного некомфортно поэтому я в таком случае предпочитаю закатывать рукава и носить свитерок ну а теперь пришло время показать вам очень крутую куртку которую мне разрисовала девушку она живет в астане и невероятно круто рисуют меня очень радует что эта куртка эксклюзивная созданная специально для меня и что больше никого с таким рисунком не будет все это разрисовывалось и так поняла акриловой краской если правильно ухаживать то с ней ничего не произойдет есть еще у меня такие новые ботильоны с расклешенным каблучком сейчас тоже это тренд в моде покупала я эти ботинки в заре это не натуральная кожа это заменитель но сами вы знаете что обувь от зарана не супер-пупер качество зато по крайней мере ее не жалко скажу честно иногда я ношу обувь от зары несколько лет и с ней ничего не происходит я часто покупаю там обувь потому что там есть большие размеры а теперь я хочу показать вам пальто которое я заказала у лены 864 она дизайнер и открыла свой магазин по продаже одежды пока одежды да и очень интересные красивые вещи она создает в этот раз я заказала себе только пальто черного цвета она выполнена на 80 процентов из шерсти знаете такой оверсайз универсальный размер мне кажется на всех он подойдет и длина мне идеально под мой рост подходит смотрится она очень красиво раз уж мы про пальто я хочу показать вам еще одно пальто которое я заказала российского бренда дизайнерской одежды смородина фэшн очень вкусное и ароматное название молодцы девчонки я заказала розового цвета пальто для меня это непривычно цвет сейчас в тренде в моде все оттенки розового все 50 оттенков розового красного и так далее поэтому я как раз яблочко мне она тоже очень при очень нравится на запахе многим из вас понравился этот свитер который сейчас на мне цвет безумно красивый холодный девчонки до цвет уроки покупала в страдивариусе красивое платье которое я заказывала уже с интернет-магазина это бархатное платье на плечах знаете такие рюшки на зоне декольте и на спине здесь вышивка на сетке розово-красные розы смотрится это платье очень нарядно и красиво села на фигуру она замечательно на этом же сайте я заказала себе платье ночнувку красивейшего розового цвета ткань похожа на бархат такая же плотная и приятная его нужно надевать на одежду например я его надела недавно на прозрачную кофту кружевную с рукавами под колготы черные черная кофта черные колготы и сверху надела этот сарафанчик это платьюшка аля ночнушка еще мне очень нравится как вова относится к моим нарядам чем сексуальнее я выгляжу тем лучше для него я не знаю почему обычно мужчины ревнуют но ему безумно нравится когда в каком-нибудь красивом платье и на меня мужчины обращают внимание вот такой у меня муж и заказала я еще тоже бархатное платье так как бархат сейчас в моде и он теплый так и холодно сейчас спортивно бархатное платье на заклепках можно в торговый центр с ребенком под какие-нибудь кроссовочки будет нормально смотреться а так она в принципе хорошо шито хорошего качества длинные рукава платье до колен еще вы спрашивали где я купила этот боди телесного цвета я его купила в биржке на распродажу у нас в алматы за копейки честное слово я бы с удовольствием надела бежевые штаны бежевые туфли и этот бежевый боди снова возвращаемся к фирме zara и там я тоже на распродажу увидела брюки на завышенной талии они немного серебристы с серебристыми нитками очень интересно выполнены что здесь спереди разрезы разрезы под ботильон и показала вам все свои покупки надеюсь вам они понравились напишите в комментариях что больше всего вам приглянулась что больше всего подходит мне как вы считаете обещаю почаще снимать видео вы меня пожалуйста пинайте пишите там где-нибудь в инстаграме жень давай снимаем же не давай снимай потому что я иногда знаете я такой человек я человек настроение я не могу снимать по сценарию то есть воспринимать это как работу как должное да если я буду снимать чаще у меня будут лучшие рейтинги больше просмотров и больше подписчиков и больше различных коммерческих предложений но я не могу так поступать я могу по отношению к себе и к вам так поступить потому что для меня это будет тяжело и я не хочу выглядеть как робот который снимает постоянное видео обязательно там два или три раза в неделю как по графику для меня это слишком извините если я пропадаю сейчас такой период что зима все болеют иногда тоже неважно себя чувствуешь и не хочется снимать видео иногда хочется пересмотреть какой-нибудь сериал и тоже уже не до съемок абсолютно или дочка приболеет ты уже потом с дочкой или там приглашают на какое-то мероприятие на 1 на 2 на 3 тоже получается постоянно где-то ходишь и поэтому я стараюсь снимать уже влоги такого плана видео мне тоже очень хочется снимать они такие милые красивые и я тоже как бы буду стараться снимать их чаще так что пинайте меня в инстаграме пишите где-нибудь там вконтакте спасибо всем за просмотр пока пока